Добрый день! Ребята, отгадайте загадку. Это маленькие ножки. Их хозяйка любит крошки. Яркая, как солнышко, с жёлто-синим пёрышком. Вам подсказка. Это птичка. А зовут её... Ну, конечно, Синичка. В ноябре мы отмечаем экологический праздник Синичкин день. День встречи зимующих птиц. Забавные птички-синички привычные обитатели для средней полосы России. Да и не только. На Руси всегда очень любили эту весёлую, подвижную птичку. Ещё с древних пор славянские народы считали синицу синей птицей счастья. Сегодня я предлагаю вам сделать поделку, осеннюю синичку-невеличку, привлечь в свой дом счастье и удачу. Для работы нам с вами понадобится цветная бумага. Для фона я выбрала голубой цвет. Для осенечки нам нужен будет жёлтенький, синий и чёрный. Цвет немножко другого тона, жёлтый и оранжевый я взяла для кленовых листочков. И для синички нам ещё понадобится белый цвет. Помните, у неё белые щёчки, у нашей синички. Ещё нам с вами необходимы будут клей-карандаш, простой карандаш. Возможно, стиражка понадобится, когда мы будем рисовать крылышки и хвостик. И нам нужны с вами будут фломастеры. Из бумаги белого, жёлтого и синего цвета нам с вами нужно сделать три кружочка. Чтобы быстрее это сделать, я решил использовать вот такой стакан. Мы его просто перевернём и нарисуем наш кружочек. Можно использовать что-то другое. Можно просто циркулем нарисовать кружочек. Теперь мы берём с вами ножницы. Я забыла ещё сказать, что нам обязательно понадобятся ножницы. И вырезаем наш, аккуратненько вырезаем наш кружочек. Не торопитесь, чтобы было аккуратно, чтобы он был похож на кружочек. Так, вот мы кружочек с вами вырезали. Я уже вырезала кружочек синего цвета и кружочек жёлтого цвета. Вот у нас таких три кружочка получились. Синий кружочек нам нужен полностью. А вот от белого и жёлтого нам нужна половинка. Мы с вами складываем пополам. И вот по этой линии сгиба мы его разрезаем. И то же самое мы делаем с жёлтым кружочком. Нам понадобится по одной половинке белого и жёлтенького. Теперь мы с вами берём наш синий кружочек. Беленький это будет головка нашей синячки. Смазываем его клеем с одной стороны. И вот этой вот кругленькой частью приклеиваем внутрь нашего синего кружочка. Так, посмотрим, подумаем, где у нас будет голова располагаться. И приклеиваем. Только проследим, чтобы он не приклеился к бумаге, на которой мы клеим. Так, теперь то же самое мы проделаем с жёлтым кружочком. Это у нас будет животик нашей синячки. Он у нас будет здесь внизу приклеен. Вот у нас что получилось. Мы с вами переворачиваем вот этой стороной к себе. И аккуратно всё лишнее вырезаем. Чтобы у нас опять получился кружочек. По контуру нашего синего кружочка мы отрезаем лишнее белое и лишнее жёлтое. Это нам уже не пригодится. Убираем. Вот она, наша птичка с вами. Теперь нам надо сделать крылышки и хвостик. Я на бумаге нарисовала вот такое крылышко и вот такой хвостик. Видишь, у нас летает хвостик. Хвостик можно нарисовать просто квадратик. Например, 2 на 5 сантиметров. И потом вырезать вот такой вот уголочек, треугольничек. А крылышко можно нарисовать поменьше размером кружочек, чем у нас было. Вот тельце синячки. А потом вот так вот продолжить. Получилась такая капелька у нас с вами. Вот это вот я обвела вот эти шаблончики на чёрной бумаге. И у меня получился вот такой хвостик и вот такое получилось крылышко. Теперь мы с вами приклеим наше крылышко и наш хвостик к синячке. Вот так вот мы сейчас примерим, где у нас будет крылышко и где у нас будет хвостик. Вот так вот наша синячка полетит. Так, вначале сейчас мы приклеим крылышко. Крылышко я смазываю только на самом-самом верху и аккуратно его приклеиваем. Приклеиваем его не полностью, чтобы оно у нас летело. Теперь мы с вами смазываем хвостик. Крылышко мы с вами приклеиваем с лицевой стороны, а вот хвостик мы уже приклеиваем на обратную сторону. Так вот. Вот так у нас хвостик будет, но у нас летит наша синячка. Длину хвостика сами отрегулируйте, как вам больше понравится. Крылышко можно немножечко вот так отогнуть и даже немножечко крутить карандашиком. Видите, наша синячка полетела, крылышко у нас самое такое объёмное, подвижное. Так, ещё нам с вами нужно обязательно клювик для птички. Я вырезала такой маленький чёрненький треугольничек. Смазываю его клеем широкий конец и приклеиваем носик. Тоже с обратной стороны он приклеивается там, где белая часть у нас. Вот такая у нас уже синячка получилась. Теперь мы ей нарисуем глазки. Берём чёрный фломастер и рисуем нашей синячке глазик круглой. Серединки оставляем беленьким, чтобы у нас поживее выглядел. Так, вот у нас такой глазик получился. А ещё я хочу нарисовать наши синячки, щёчки на морозе у неё. Такие щёчки. Красивые красные щёчки или розовые. Вот, смотрите, какая у нас синячка получилась. Красивая. Теперь пока синячку отложим и займёмся кленовыми листочками. Можно сделать вот такой шаблон листочка нашего. Можно обвести листочек природный, кленовый. Берём с вами бумагу жёлтого и оранжевого цвета. Обводим наш шаблончик. И у нас получаются с вами вот таких два кленовых листочка. Чтобы листочек был вот такой объёмный, нам нужно с вами немножечко с ним поработать. Берём с вами листочек. Вот эта часть у нас будет серединка, которая, так скажем, треугольничек. Носик треугольничка вот этого. И складываем его пополам. Вот к этой вот самой остренькой части. Аккуратненько складываем. И можно ещё внутрь вот этот вот мысик загнуть вот так вот внутрь. У нас с вами получится как бы прожилочка на листочке. Смотрите, видите у нас что получилось. Теперь мы поступаем с каждой вот этой частью. Вот складываем её, чтобы у нас вот здесь была верхушечка. И вот здесь вот так берём и складываем лапку на листочке, так скажем. И опять на себя верхушечку заворачиваем. То же самое делаем с этой частью. Аккуратно складываем. Не торопимся. И опять на себя самый кончик заворачиваем. Вот видите, я заворачиваю. Вот у нас получился уже вот такой объёмный листочек. Если хотите, можно, например, оранжевым фломастером ещё немножечко прожилочки прорисовать, немножечко оживить наш листочек. Вот так вот мы с вами сделаем. Он у нас объёмный теперь. Вот такой у нас получился листочек. Ну, здесь немножечко тоже добавим. Теперь берём нашу голубую бумагу и приклеиваем наши листочки. Ну, мне хочется вначале приклеить жёлтый листочек. Приклеиваем тоже не полностью, а только сверху. Вот в эту часть я намазала клеем и приклеиваю наш листочек. На него я приклею оранжевый листочек. Например, вот так. Как их расположить, вы уже подумайте сами, как вам больше понравится. Вот так. Лучше, чтобы наша синичка попала с жёлтой частью брюшком своим на оранжевый листочек, чтобы не сливались у нас с вами цвета, она будет лучше видна. Теперь мы с вами берём нашу синичку и вот в этой части смазываем клеем. Не полностью, а только вот здесь, снизу. Аккуратненько смазываем её клеем и приклеиваем сверху наших листочков. Вот здесь вот. Так, сейчас мы примерим ещё разочек. И вот она, наша синичка. Потом можно даже немножечко его так отогнуть, чтобы она у нас не приклеилась полностью. И вот, посмотрите, какая синичка у нас с вами получилась. Синица-синица, что тебе снится? Зёрнышки, мошки, да хлебные крошки. Синица-синица, ещё что снится? Солнышко, речка, домик с крылечком, мальчика-антошка и хлебные крошки. Очень трудно прокормиться юрким маленьким синицем. Им зимой суровую сделаем столовую. Спасибо, ребята, за внимание. Творческих вам успехов!